здравствуйте с вами программа культурный шок на канале тон тв я ведущий марк котлярский сегодня у меня в гостях михаил финкель миш я приветствую вас дорогой добрый вечер добрый вечер уважаемые телезрители спасибо что вы к нам пришли после долгого достаточно опять долгой не встречи ну зато когда мы записываем программы у нас всегда на мой взгляд достаточное количество пользователей которые смотрят я хочу напомнить что михаил финкель он равен по одной из своих ипостасей по второму историк по третий журналист по четвертый толкователь толмуда то есть человек достаточно разносторонний юрист еще забыл сказать имеющий американское юридическое образование то есть вот такой разносторонний чек и сегодня мы поговорим как раз таки с ним как человеком толкователем то есть мы поговорим о терминах о том что порой особенно это касается большей части касается все-таки иудаизма который предусматривает многомерное толкование любого процесса явления или события да то есть как бы это надо учитывать многие этого не учитывают и не очень это понимают да мишка как я понимаю просто хочу сказать что в 19 веке в конце 19 века возникла такая наука которая называлась герменевтика как бы наука толкования текстов да и это понятно это это новая молодая наука тем не менее как бы евреи в этом отношении могут быть спокойны потому что еще за две тысячи лет до возникновения герменевтики у евреев существовали толмудические споры толмудический подход к истине к толкованию и так далее так вот миш что действительно для иудаизма означает толкование подход что вкладывать какой смысл вкладывается в это почему столько много разных подходов скажем так разных подходов много потому что мы по большому счету у теряли очень много из бога данной на синая истины мы все соглашаемся что 24 книги священного писания танаха они бога данны или бога вдохновленные можно так сказать но как понимать многие вот эти тексты тут возникают многие сложности об этом и речь конечно и как спел владимир семенович высоцкий мы многое из книжек узнаем но истинно передают из устно и вот тут с из устно получается проблемы потому что пришли греки пришли римляне пришел наш еврейский саддукейский царь александр янай который убил 50 тысяч мудрецов торы и к второму веку нашей эры мы поняли что очень многое растеряли забыли не знаем как стать я перебью недаром у меня поправьте если не прав еврейские мудрецы считали черным днем тот день когда появился перевод торы на греческий язык то есть появился септуагин то или как называют 70 толковников конечно то есть не потому что они не хотели чтобы это пошло в мир а просто они видимо понимали что тут вопрос толкования скорее всего насколько правильно это будет истолкован этот перевод насколько он верно донесет до остальных истина вот так совершенно верно потому что вот в русском языке есть такое прекрасное выражение слову произнесена есть ложь это у нас да а у нас у евреев есть похожее выражение что слова записанная из ложь и поэтому когда греческий царь птоломей приказал перевести тору и весь ветхий завет так называемый на греческий язык и появилась септуагин переведена еврейскими мудрецами для евреев это был траур потому что языческий мир был не готов принять эти на божие тогда и был траур и действительно перевод был ущербным каким бы он не был хорошим перевод много стер и исказил и породил многие ошибки и заблуждения поэтому многие мудрецы были убиты многие книги были забыты многие книги были уничтожены вот мы остались с текстом ветхого завета а как его понимать как вы трактовать и тут возникают разные школы разные мнения и все они стремятся как-то идти от следствия то есть от готовой книги с готовыми заповедями к причинам а не наоборот а не наоборот вот это весь талмуд мы идем назад к синаю только есть логическое упражнение от следствия от вывода к тем ступенькам которые приводят к этому выводу и врам разные школы появились и разные трактования совершенно все было по-другому есть сена да вот я кстати о подходе вспоминает эта знаменитая историю с двумя школами древними шамая гелеля до когда то сказать помните эту знаменитые когда подошли шама а имерируя под подошел язычник с одним вопросом как можно как бы так сказать за пять минут изучить изучить тору да может ли ты за пять минут сказать изучить а сказать да шамай прогнал этого язычника вот а гелель нет геля стал с ним разговаривать, и ему в этот момент он придет это знаменитое, что не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе, все остальное комментарии, иди учись. Вот, опять-таки, два подхода. То есть, один просто отказался разговаривать, а второй, наоборот, как бы выдал вот эту чеканную, потрясающую формулировку. Да, потому что один был строгим и был догматиком, а второй любил людей и вот эту любовь и милосердие пытался им прививать своим подходом. Где правда? Мы до конца не знаем, где правда. Какое-то трактование истинно, мы до конца не знаем. И даже Галаха, то есть нормативное иудейское право, или свод законов, воплотившийся в Шулхана Рух, в книгу, которая говорит, что делать и что не делать, накрытый стол, что нужно делать, что нет, это тоже выводы вместе с тем относительные. И меня много часто спрашивают, а вы не реформистский раввин? Я говорю, нет, я не реформистский, не консервативный, я ортодоксальный раввин. Я принадлежу к хасидской школе трактования, но вместе с тем есть вещи, которые тяжело признавать, но надо. Абсолютная истина только у Всевышнего. Наши истины, они приближаются к ней. Но это вместе с тем, как Ахиллес и Черепаха. И даже то, что принято всеми, как абсолютная истина, является таковой только потому, что это было всеми так принято. Но подчас таковым не является. Простой пример. Да, кстати. В законах Субботы есть такой закон, который говорит, что в субботу можно убивать вшей. Потому что наши мудрецы в древности не знали, что вши размножаются половым путем. Они думали, что это не животные на сто процентов. То есть животных убивать в субботу нельзя. Они думали, что вши не животные. По сей день это закон. Но закон основан на ошибочном мнении, на незнании биологии. Закон остался, он записан. Но является ли он объективной, абсолютной истиной, даже являясь холохой? Конечно, нет. И таких примеров довольно много. Поэтому очень многое является относительным. Но, наверное, в этом наша сила, нашего народа и нашей веры, что мы можем признать, что есть ошибки. Или, например, сам даже текст Анаха, который у нас сегодня есть, масорецкий, традиционный текст Торы. Каждое слово, в этом тексте, над которым поставлены точечки, это то слово, в котором мы не уверены. Эти точечки проставили те песцы, которые записывали. Которые потом записывали. То есть, даже изначальный текст у нас не полностью сохранился. Кстати, если переходить на более приземленную, не философствовать, а переходить на более приземленную плоскость. То, что касается, скажем, соблюдения кашрута. То есть, тоже есть совершенно различные толкования. Кошерности. Кошерности и запрещенные и разрешенные пищи, скажем, вместе сравнивать те же правила, которые существуют у восточной общины, или те же правила, которые существуют у ашкенадской общины. Конечно. Толкований полно. И даже очень многие люди, которые соблюдают иудаизм давно или родились, они многого не знают. И это не стыдно признать. Наоборот, в этом сила. Сила сказать, что мы чего-то не знаем. Ну, например, все уверены, что осетрина и осетровые рыбы, не кошерная. Израиль, кстати, является одним из экспортеров, первых в мире экспортеров в мире по количеству экспорта черной икры. Потому что сам не кушает. Потому что сам не кушает, значит, нам раввины говорят, что это не кошерная рыба. Почему она не кошерная? Потому что у нее якобы нету чешуи. Чешуи, да. Или, как некоторые говорят, мало чешуи. Однако такие величайшие еврейские мудрецы, как Рамбан, Нахманит. Раби Моши бен Нахман. Раби Моши бен Нахман, живший в 13 веке в Испании. Или Рабейну там, внук Раши, величайший европейский раввин, живший в раннем средневековье. Или раввин величайший пражский 18 века, Раби Хескел Ландау, главный раввин Праги. Пишут, что осетрина кошерная. Это в их респонсах, в их эллихических ответах. Почему она кошерная? Там есть несколько чешуек, которые видны, когда осетра в воде. А Рамбан тестировал, взял и вытащил из воды осетра и соскоблил ножом, и нашел там несколько чешуек. И они говорят, Торо не говорит, что все тело должно быть покрыто чешуей. Несколько чешуек достаточно. То есть там нет такой конкретности? Нету конкретности. Спор. Например, община еврейская Турция ест осетрину. Кавказские еврейские религиозные общины едят осетрину. Многие европейские не едят. Почему? Потому что один анонимный, неизвестный раввин сказал, что осетрина не кошерная. И сейчас все думают, что она не кошерная. Кстати, тоже, по-моему, что там с Петском связаны общины восточных евреев. Есть рис, а Казмашкиназа рис не едят. Почитают, что это может быть... И каждый уверен, что вот он поймал бога забору. Он и на правду. Да, да, да. Ну, таких примеров очень мало. Ну, вот, может быть, на самом деле вы правы. Может быть, в этом-то есть истинная и заключается сила. На самом деле, сила, как ни парадоксально, заключается в слабости. Мы не можем всего знать до конца. Конечно. Абсолютной истиной обладает только Всевышний. Только Всевышний. Поэтому, как бы, претендовать на истину в последней станции, как бы, мы не можем. Да, правда? Можно надувать щеки. Надевать большую черную шляпу. Длинный лапсердак. Выкатывать живот вперед и делать вид, что ты все знаешь. Но ведь это же не так. Но, на самом деле, недаром, говорит, одно из моих любимых талмудических правил гласит, чтобы верить, надо знать. То есть, как бы, наверное, те мудрецы, которые писали эту фразу, этот афоризм, наверное, не понимали, о чем они говорили. О том, что, как бы, что, да, вера должна быть являться совокупностью двух начал. Эмоциональной составляющей и разума. Конечно. А иначе мы скатываемся в фанатизм. Иначе, как бы, да, фанатизм, иначе догматизм, что, на самом деле, органически чуждо иудаизму. На самом деле, тому чистому иудаизму, который существовал изначально. Безусловно. И там, где раввин, на самом деле, в отличие с кармасхристианской религией, не является пастырем. Он всего лишь навсего толмач. Он всего лишь навсего, как бы, выражаясь такое слово, объяснитель каких-то трудных терминов, непонятных, которые он знает, потому что он прочитал, ученый прочитал больше книг. Да. И тут далеко не всегда, к сожалению. Ну, это уже, как бы, частности, что называется. Но, как бы, действительно, мы и в жизни, на самом деле, мы сталкиваемся с вещами, которые можно трактовать. Действительно, вот, если, допустим, давайте так, многие могут наш с вами разговор вообще даже не понять, потому что мы, в основном, ушли в какие-то теологические выси. А если экстраполировать наш разговор на более современный язык, вот можете, чтобы более понятно было? Ну, во-первых, для того, чтобы перейти к этой теме более понятной, например, тема терроризма. Сегодня мы о ней говорим. Сегодня это болезненная тема. Сегодня произошла катастрофа с российским военным самолетом. Не сегодня, это тогда, когда мы записываем эту программу. Да, произошла. Я хочу свои соболезнования выразить России, российскому народу. Не так давно, например, мне кажется, это было неделю назад, один из представителей известных довольно российского ортодоксального еврейства, господин Борух Горин, директор издательства «Лыхаем», обвинил в одной из передач вашего канала Россию в двойных стандартах, в том, что Российская Федерация, дескать, признает ИГИЛ террористами и с ними борется в Сирии, а такие организации, как Хизбалла и Хамас не признают террористами и с ними имеет определенные отношения и альянсы. И это как бы правда? Это правда. Но вместе с тем я хотел бы сказать, что я в корне не согласен с этой позицией. То есть тут возникает опять вопрос толкования. Толкование. Чемок, чтобы нас не упрекнули в том, чтобы к политике скат. Толкование. Это опять-таки вопрос толкования. Это вопрос толкования. Тем более речь касается опять-таки нас, евреев. Я согласен. Я считаю, что, во-первых, еврей, есть такой древний закон, еврей-житель любой страны, должен быть ее патриотом. Еврей-россиянин должен быть патриотом России. Тоже поддерживать Россию и стараться. Мне кажется, почему все-таки евреи должны быть патриотом Израиля. Израиль тоже, в первую очередь. Ну, как есть у человека папа и мама. Ну да. И говоря об этих организациях, безусловно. Например, мы Израиль считаем курдское движение не террористами, а Турция считает их террористами. Нам это глубоко-фиолетово, потому что у нас свои интересы. У России свои интересы. Хизбалла — это оружие против ИГИЛа. Россия использует это оружие, и Хизбалла воюет против ИГИЛа России. Это выгодно. Чем больше будет там воевать солдат Хизбаллы, тем меньше будет русских солдат там гибнуть. Это объективная причина, о которой нужно понимать просто, прежде чем критиковать господину Горину. Вторая причина — это Хамас. Да, мы Израиль считаем Хамас террористами. Россия нет. Там есть очень много на территории сектора газа, контролируемых сегодня Хамасом. Есть очень много российских граждан. Это россиянки, высшие замуж за арабов. Это их дети. И если бы, например, была бы такая же ситуация с нами, например, где-то было бы какое-то правительство, которое считается многими странами террористическим, но там было бы много евреев или граждан Израиля, мы бы тоже контачили с этим правительством ради блага своих собственных людей. Это то, что делает Россия. Есть еще один очень умный довод, который привел господин Степашин не так давно в своем интервью в Израиле, и с которым я очень согласен. Он сказал, лучше мы будем патронировать Хамаса и Хизбалу и отдалять их от радикализма, чем это будет делать ИГИЛ. Потому что вакуума на Ближнем Востоке не бывает. И Россия, безусловно, это позитивный фактор, который отдаляет от радикализма, от безумия, от глупостей, от необдуманности эти организации. Ну, это опять-таки, Миш, это я вас пафос как бы принимаю, конечно, но хочу сказать, что все равно, тем не менее, это все равно вопрос, мы опять-таки возвращаемся к вопросу трактовок и толкований. То есть мы не говорим, у нас передача, которая касается... Ну, опять-таки, один и тот же... Толкования, да. Одна и та же сцена, разные ракурсы. Да, то есть как бы можно и так смотреть на эту ситуацию, а можно и так. Опять-таки, мы приходим к тому, что все на самом деле вопрос толкования и трактовок. И, как правило, истина вообще находится при этом непонятно где. Безусловно. Ну, в этом плане, как бы, так сказать, надо понимать, мне кажется, что, и объяснить, может быть, многим зрителям нашей программы, которые не очень хорошо знакомы с еврейской ментальностью, что существует такое понятие, как европейская логика, это двоичная логика, да, которая базируется на двоичной, ну, понятно, то есть, да, то есть, она базируется, да, нет, черный, белый, да, Волга впадает в Каспийское море, лошади жуют овес. Но, как бы, и есть еврейская логика, которая называется троичная логика, которая допускает при этом обязательно да, нет, но при этом может быть оговорено, да, но или нет, но. Черный, но с оттенками чего-то, белый, но с оттенками чего-то. Кстати, если уж переходить от политики к какому-то более приятному, к более приятной теме, то вот то же самое касается, скажем, отношения иудаизма к вопросам, связанным с проституцией или наложницами. Это разные темы совершенно. Да, но мы говорим... Их объединяет сексуальная составляющая. Да, сексуальная составляющая их объединяет. Скажем, если говорить о проституции, то проститутка, кроме всего прочего, существовала так называемая храмовая проституция, недаром слово проституция... Не в Иерусалимском храме, да, у язычников. У язычников, которых назывались кедыша, что означает выделенное в переводе до слова. Посвященное. Да, посвященное, то есть, как бы, да. Но это то, что касается храмовой проституции. Мы говорим, как бы, о наложницах. Тут выясняется не так, что оказывается, это очень тоже спорный момент в иудаизме. То есть, можно или не можно, рекомендуется или не рекомендуется. Что, Миша, в этом плане? Ну, давайте вот что скажем, что в Талмуде написано, что есть трактат Макот Вавилонского Талмуда, страница 21, если мне не изменяет память. Там есть такая фраза, что жены посвящаются в жены своим мужьям через брак. Под браком мы понимаем хупа и кедушин, то есть, еврейское иудейское бракосочетание по законам Моисея и Израиля. А наложницы — это те жены, которые посвящаются своим мужчинам устным соглашением двух сторон. То есть, этой женщине и этой мужчине. Жены перестают быть женами, получив разводное письмо по закону Моисея, наложницы перестают быть наложницами, в результате устного соглашения больше такими не быть. Многие наши мамы, бабушки в Советском Союзе жили с нашими папами и дедушками, просто заключив брак в ЗАГСе. Они не могли, ввиду ряда объективных причин, венчаться в синагоге. Это не значит, что они жили нелегитимно, незаконно, или что дети, родившиеся от этого брака, а это большинство поколения советских евреев — это бастарды. Конечно же нет. Это институт, в котором они были с точки зрения тура, был наложничественный институт, потому что так как хупы не было, они были наложницами. А те, кто имели хупу, те, кто венчались в синагоге, скажем так, используя светское выражение, те являются женами с точки зрения еврейского закона. Но наложница также может быть и любовницей, наложница также может быть и гёрлфренд, девушка, из которой человек живет. 2000 лет нашего пребывания в христианском мире сделал нас немножко ханджами. Потому что император Василий, византийский император, он, например, запретил иудеям многоженство под страхом погромов. И тогда Равин Гершем, светоч, диаспоры запретил нам многоженство. Но, на самом деле, я вас поправлю. Это опять-таки вопрос трактовки. То есть, насколько я помню, там не то, что он запретил, а он как бы не рекомендовал. То есть, насколько я читал этот материал, потому что я этим интересовался, когда писал книгу с Петером Ликвенсоном, вам известным, «Еврей и секс». У нас там была отдельная эта глава, мы просто, откуда я не просто хвастаюсь, а просто мы этим интересовались. И там что получилось, что очень интересное. То есть, не то, что запрещено, а не рекомендовано. Вообще, система запретов иудаизма, она носит очень достаточно сложный характер. Там непонятно, где запрещено однозначно, а где, как бы, так сказать, ну, можно, но если очень хочется, но нельзя, то можно, короче говоря. Так вот, вот эта поправка, что самое интересное, Миш, что опять-таки свидетельствует о нашей силе и о нашем, так сказать, живучести, эта поправка закончилась 10 лет тому назад. Вот эта поправка... Она истекла. Она истекла. И она распространена столько на Европу, на юрисдикцию рабы. Ну, понятно. А, например, в Израиле она никогда не была применима, здесь это просто обычай. Конечно. Вот. Поэтому в иудаизме действительно есть спор раввинов, почему мы упомянули христианство, что то же самое не практиковать наложнические отношения, хотя многие их практикуют, просто не говорят об этом, либо скрывают это и так далее. Это христианское заимствование. В иудаизме это всегда было. И иудаизм честен, потому что бывают разные обстоятельства в жизни. Есть много женщин, которые не могут найти мужчину. Есть много мужчин, которые не могут найти женщину. Есть много людей, которые не могут вступить в брак по разным причинам. И нельзя быть ханжой. Нельзя говорить, что вот только брак, и никак иначе. Самое интересное, что у меня одна мысль любопытная. И это ни в коем случае не грех. Я хочу это подчеркнуть. Я теперь понял, откуда. Дело в том, что это мало кто знает. В мусульманстве есть такой обычай, был, который называется брак сия. Это брак на один день. То есть, мула. То есть, пример это то, что было, как бы, вот, мула сводит мужчину и женщину, говорит, объявляю вас мужем и женой на один день. То есть, как бы, через день, как бы, ну, все нормально, через день этот брак опять расторгается. То есть, как бы, видимо, явно они позаимствовали это, как бы, так сказать, из... Но, я хочу сказать о другом, Миша. О том, что, как бы, мне кажется, что иудаизм, в отличие от христианства, вы правильно сказали, мало того, что он честен, он еще учитывает все-таки природу человека. Да, потому что секс называется в Талмуде хлебом. Как человек не может без еды, так и, ну, здоровый и относительно молодой человек не может без секса. Талмуд это понимает, Тора это понимает, и нельзя быть ханжой, нельзя копировать целебат, нельзя копировать католические какие-то обряды, нельзя заставлять людей не есть, не пить, не заниматься любовью. Вы помните, вы говорили еще, перед передачей мы с вами говорили, очень интересную тему затронули по поводу париков, что, оказывается, тоже разный взгляд на парики. Да, конечно, сто лет назад, например, величайший Равинарух Ашулхан написал, что это все связано с социальными нормами общества, то есть женский дресс-код скромности связан с социальными нормами. Если обнажение каких-либо частей тела возбуждает мужчину в обществе, то эту часть тела надо закрывать. А уже в конце 19 века он написал, что обнажение женских волос уже никого не возбуждает. Поэтому, конечно, да, все зависит от трактовки. И должна быть честность. У нас, к сожалению, тоже есть много таких квасных ура-патриотов, которые любую мысль, которые даже внутри иудаизма пытаются закричать, сказать, ату его. Ну, это больше идет от, я думаю, понимаете, чего. Больше идет от карнавальности, скорее всего, еврейской натуры. Любит народ пошуметь. Но что интересно, в Талмуде, в том же, насколько мне помнится, опять-таки, говоря о природе человеческой, да, то есть говорится, что опять-таки, насчет того, что если очень хочется, но нельзя, то можно. Ну, уже мы о проституции можем поговорить, я скажу. Не о проституции даже, у нас времени очень много остается, а о том, что если мужчине приспичат, уж слишком, можно, как говорится, но нельзя. Но он тогда должен завернуться в плащ и уйти куда-то, где его никто не знает. И удовлетворить свое. А там уже, ради бога, удовлетворять сколько. А что, вот это что? Это правило, основанное на правиле Библии. Вот, например, свинина не кошерна. Ну, понятно. Все понимают. Но если голод, то ее не просто можно есть, а ее заповедь есть. Есть голод сексуальный. То есть, если это угрожает, ну, сексуальный голод не угрожает человеческой жизни. Он угрожает здоровью головому. Голод. Он угрожает простате. Он угрожает многим другим вещам. Любой уролог вам это скажет, что от тяжелого длительного воздержания и мужчины, и женщины могут заболеть. Мы сегодня живем в 21 веке. Тура это понимает. Поэтому Талмуд дает совет. Если ты уже не можешь жениться, если ты уже не можешь найти себе наложницу, если ты уже ничего не можешь, и ты уже вот так вот, чем не дай бог пойти кого-то изнасиловать, что является страшным преступлением, уже пойди договорись за платье. Ну, пойди туда, где тебя никто не знает, чтобы не убить свою репутацию и репутацию своей семьи. Ну да, как говорит современная пословица, но всякого мудреца довольно простаты. Да, простаты. Простаты. Да. Так что, ну, опять-таки, мы возвращаемся, на самом деле, Миш, к тому, чего мы, собственно говоря, начали, к терминологии. О том, что действительно все на самом деле, или очень многое, во всяком случае, это вопрос трактовки, вопрос подход. Безусловно. Безусловно. И есть такое древнее еврейское выражение, что есть пятая книга Шулхана Руха, пятая книга еврейского иудейского закона, есть все четыре книги, какая же пятая? Пятая – это книга разума. И только в призму разума пропуская божественные заповеди, человек будет отдаляться от фанатизма, от глупости, от безумия, от агрессии, от неприятия других мнений, от неприятия других людей. Человек будет больше слушать, меньше говорить, больше понимать, меньше посмеиваться. Потому что все это идет от безграмотности. – Кстати, одно из грехов, которые перечисляются во время молитвы и покаяния в судный день – это насмешка. – Конечно. – То есть насмешка в том смысле, что насмешка идет от недалекости. – Конечно. Потому что любовь и милосердие должно быть, а не насмешка. – Это точно. – Окей, Миша. Ну что, на этой оптимистической ноте любви и милосердия мы закончим нашу программу. Я благодарю вас, что вы пришли ко мне в студию. – Спасибо вам большое. – Еще раз напоминаю, что у меня сегодня в студии был Михаил Финкель – раввин, политолог, историк и юрист, толкователь священных книг, вел программу Марк Котлярский. Всего доброго. До следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok